Восстановление статуса города Эстергом – давний долг венгров, заявил Виктор Орван после службы в Эстергомской базилике по случаю обретения городом статуса областного центра. По словам премьера, Эстергом – это не только бывшая столица и королевская резиденция, но и дом для всех венгров, а также важная связь с западнохристианской цивилизацией, частью которой мы являемся уже тысячу лет. В пульмонологическом отделении университета Земельвайса реабилитировали уже более 60 пациентов с тяжелой формой коронавируса. Благодаря программе лечения, которая учитывает индивидуальные особенности пациента, больные сообщили о значительном улучшении качества жизни и смогли вернуться к своей работе и повседневной жизни. Профессор университета отметил, что в рамках реабилитационной программы врачи столкнулись с широким спектром симптомов, но большинство из них удалось устранить или облегчить. В Венгрию приехали более 650 тысяч украинских беженцев, заявил главный советник премьер-министра по внутренней безопасности. Дёрдь Баконди отметил, что Венгрия продолжает оказывать необходимую помощь и защиту тем, кто бежит от войны на Украине. По его словам, количество беженцев может достигнуть 900 тысяч. На данный момент Венгрия потратила 40 миллиардов форентов на помощь беженцам. В понедельник для венгерских школьников начнутся выпускные экзамены по венгерскому и литературе. В этом году около 73 тысяч выпускников пойдут на экзамены и впервые за два года смогут сдать их без масок. Тем, кто не смог сдать экзамены из-за коронавируса, директора могут разрешить сдачу экзаменов в другой день. Первое воскресенье мая – День матери. В этот день поздравляют мам, бабушек и прабабушек. В Венгрии День матери празднуют с 1925 года по инициативе Венгерского Красного Креста. После двухлетнего перерыва в парке Милинариш в столице снова прошел семейный фестиваль, посвященный Дню матери. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон»!